Вот смотри, вот эти два комментатора, допустим, один из них ты, другой из них я. Кто из них кто? Ты какого выбираешь? Никто нигде, не будем уже издеваться над людьми. Так, я где-то там за экраном пока что. Я Явс. Я был Бунейло. Ну что, тебе ремо-демо не очень нравится? Ну, ремо-демо? У него задумчивый взгляд вдаль. Он какой-то не бородатый. А, тебе бородатый нравится больше? Какой-то вопрос странный. Провокационный, да? Ладно, можешь не отвечать. Так, всем большой разочарствует привет. С вами Морозов и Random4Fun. У нас World Cyber Arena 2015 уже. 2015. И нас ждет еще два матча. Да, запись нажал. Именно поэтому я поздоровался. Для тех, кто смотрит в записи, вы записуны. Молодцы. Так, ТМ. Привет, мой эльфист и друг. Кишет Хла. Интересно на самом деле, да. Но Хла-то играет у нас... Слушай, моду просто эскоход. Законодатель моды. Мы видим, что Хла создал специальный аккаунт. Мне кажется, у него давно он был, кстати, Хла-хла-хла-о, что-то такое. Я почему-то не видел. У него, по-моему, был Хла-хла-хла на арене раньше. Да, точно. Хла-хла-хла, ты прав. Так, за место будет происходить интереснейший у нас на этой карте. Здесь есть острова, которые могут занимать как эльфы, так и андеды. Но андеды, если будут играть через гаргули, то вдвойне приятно занимать. Но страта через гарг очень-очень редко в последнее время стала реализоваться у нас от андедов. Я думаю, что эльфы, они все научились играть против нее, научились отбиваться. И... Ну, просто уровень игры Варкрафта вырос, мне кажется. И эльфы вообще контрят на раз-два-три. Мне интересно, какое здание сейчас Соник заказал. Пинг-хла ругается. Соник заказал, скорее всего, сейчас Хантерс Холл, я считаю. Похоже на Хантерс Холл. Судя по пикселям. А, ну... Не знаю, ведьма ООВ. Как бы непонятно, зачем ставить Хантерс Холл без ООВа. Ну, ООВ где-нибудь сейчас закажет снаружи, возле какой-нибудь точки на карте. Ну, не знаю. Так или иначе, застройка глухая, насколько я понимаю, да, база? Так, и Соник, кстати, не рискует крибить какую-то точку. Да, он бежит к Холле сразу. К Холле. Достаточно странно, что он глухая застройка. Ты был прав. Ты был прав. На 100% это Древа Войны. Кстати, гуль сейчас будет очень неприятно мешать. Против Андеда не имеет смысла ильфом ставить глухую застройку. Потому что гульки смогут проходить, а арчи не смогут проходить. Ты просто, ну, берешь и на своей же базе делаешь раздолье для гулей. И это, ну, просто, зачем так делать? Против Хуманов и против Андедов. Ну, колодцы не нужно строить стеночки. Нужно, ну, как разноброс. Потому что футмены смогут проходить, а арчи нет. Так, ну что мы видим? Хла, он гулевый Андед. Ну, как гулевый, он такой матчап. Значит, футмены смогут проходить, а арчи не нет. Арчи тоже лучше футменов, получается. Да, и тролли Хэдхантера, они толще, ну, площадь футменов, толще гулей. Круто. Ну, видишь, это, что, о, как блочит виском. Вообще блочит, как настоящий ильф. Лед Блад. Мне кажется, это имеет смысл, ну, в балансе все-таки, ну, как бы, арчи тролли Хэдхантера, это рейнджовый юнит, и у них должны быть какие-то, ну, свои минусы, что ли. Согласен, да. Прибегает, а, кстати говоря, застройка-то не закрытая, нифига. Есть дырочка на базу. И вот сейчас закрывает внутри базы Деку. Соник, я так понимаю. Ну, вроде бы, да, и будет напинывать. Ой-ой-ой, что это такое? Вот любитель Соника... Иммалейт импрувед! Именно поэтому он, наверное, взял. Ну, много гулей. А вот Фоги не любит Иммалейт. Вчера он очень сильно поражался, удивлялся, почему? Почему Иммалейт? Зачем против гулей даже не нужно? Ну, абсолютно. Так он говорил. А кто брал вчера Иммалейт? Ну, кто там, Урдан, кажется, играл с Энте. С Чечи, да? Нет, с Чечи в Арчи Фридж играл. А, угу. В общем, кто-то из них точно брал Иммалейт. И Фоги удивлялся. Да, потерял деку внутри базы. Не стал разменивать телепорт на первом уровне. Ну, наверное, правильно. А он телепорт продал? Ах, тем более, тем более, да. Ну, тогда, в принципе, и выбора особо не было. Крипится с Эммаляцией? Вау! Я такого не видел, чтобы крипились с Эммаляцией. Ну, Соник показывает заготовочку очередную с криппингом. Правда, это уже довольно-таки спорная заготовочка, но он тратит манны за чем-то большое количество. И колодцы будут восполнять теперь не так эффективно его ХП на Демоне Хантере. В общем, странно. Вторая цирклетка за то. То есть первый он, видимо, купил. Так, гули прибежали, и сейчас будет взята Нага. Нага, ДК и несколько гулей, и они будут пытаться что-то сделать. Или нет? А, нету! Вообще нету ничего. Для Наги ни золота, ни лимита. Но он заказан на Т3 и бойня, видимо. Я думаю, Хла будет пушить все Т3. Его сейчас первоочередная задача. Нет, бойня не заказана. Как-то задержать Соника в развитии. Главное, чтобы панк, благодарен, не стал третьего уровня. А если повезет, чтобы он не стал второго уровня. И, допустим, просто Т3 с лимитом... Ну, с тремя героями, с торбой, с дедом, с дедом... Да, согласен с тобой. Так, а Сонику... Как же крепится Сонику? Нужно как-то панду раскрепить. Панду раскрепить очень просто, потому что карта большая, точек очень много жирных, и при помощи дерева это делать очень, 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 очень приятно. А где сейчас дерево стоит? А стоит оно рядом с... По идее, должно было на обсерваторию или на шоп? Да, на шоп пошло. Ну, я вижу красную точку рядом с шопом, но я не уверен, дерево или это, или нет. Так, гульки выходят, Демон Хантер прекрасно наблюдает, что стайка из шести гулей бежит и пытается ворваться. Ну, естественно, гульки не должны агриться на Демон Хантера, потому что там и малый темпровод, все дела. Да, это был АОВ возле магазина. Пят, уже окружались. Ну, это бесполезное занятие. Окружались? Да. Ну да, и не имеет смысла играть Демон Хантера под эмаляцией, хотя не... Ну, одну гульку подрезал, вторую тоже будет подрезать, и... Да, подрезает. И да. Не успевает. А вот Энте был, у него, в принципе, была опция, наверное. Подвезти еще гулей налево, но все равно там, видимо, Демон Хантер выживал, а гули падали, потому что еще подбежали Арчи и Панда. Вот и все. У Соника пока все хорошо. Про него Т-3 очень будет поздний, а Т-3 это мишки, и, соответственно, мишек до Пуша не будет. Ну, будут мишки только с Ринджелом. Вот. Но Дестер, думаю, это все объяснит. Хотя, ну, Хлай, малое ресурсов. Ему еще нужно наглублять. Вот. Просто вот эта Арчи, она не может ничего сделать. Вообще ничего. Ребят, Арчи равно Гули, Гули равно Троли, равно Рабы, равно Пехи по прохождению внутрь базы. Аксерилль написал. Ну, это неправда. Это неправда, Аксерилль. Ну, как бы, просто неопытный игрок что-то пишет. Он просто не играет. Он просто не пробовал, когда, допустим, Раб проходит, а у тебя Тролль Сетхантер, он не проходит. Между логовом и твоим крит-полом. Так, вот Налом происходит уже сейчас с тремя героями в магазин Соника. Соник видит, но ничего сделать не может, потому что Панда у него там крепится. Где крепится Панда? Где-то бегает или крепится, может, на базе представить? На базе стоит. На базе стоит. Я просто не вижу. Красная, опять же, на рельефе. Выпадает девайс, кстати говоря, очень хороший девайс аура Дредлорда. Ну, ситуационно... Вампиризм. Ой-ой-ой! Окружали эти минус Демон Хантера или ТП? Нет, потерял Демон Хантера. Нео кричит. Это будет 1-0 Хла, что ли, ведет? Будет очень сложно отбиться. Внутрь базы забегает, прям вовнутрь, в самое внутрь базы. Как-то Соник провтыкал, конечно, Демона Хантера. Как же он так смог вообще провтыкать? Там ТП это было. Да, одна ошибка нам говорит Риммадема, и все потеряно. Все потеряно. Поднимается Лорница, минусуется Панда, к лесу прижимает Гули Гоп. Есть два Мишки без Грейда, абсолютно, я так понимаю. И Лорница падает. Офигеть! Дабл-левел-лапчик! Чувак, это левел-лапчик. А Мишек-то долго держался, держался. Минус Лорница, минус Мишки. Ну все тут, огромное преимущество по лимиту. И шансов. Такое ощущение, что для Соника это сюрпризом стало, это откровение просто. Пуш с тремя героями. На Т-3, да? Очень нервный. Видел много Гулей, это как бы подразумевалось вообще все это дело. What the hell is going on? Он говорит мне, он просто угорает сам себя, походу, там. Солик, кстати, не расстраивается. У него же были. Причем удивительно, что они так удивляются победе Ахла над Соником, хотя они должны болеть, по идее, за Ахла. Такое ощущение, что они болеют за Соника. Возможно, это Айрон Дор сыграл. Дело, да, минус рудник у Соника. И нет у него больше добычи. Выбегает Демон Хантер из Украины. 20 лимитов у Соника. Лорница одна снаружи, мишка подстраивается, но минусуется. Блин, там еще этот вампиризм отличивает все у Гулей. Вместо Демон Хантера, Демон Хантер, вот НС, ГГ. Интересно, что значит? Что за Найс? Да что за Найс вообще. Ре-модема тоже в недоумении. Честно говоря, в этой паре, по моим расчетам, Соник фаворит. Вообще-то, по моим тоже. Я очень удивился. Где-то расчеты наши немножко нас подвели, походу. Ну, видно было, что Соник делал все правильно до того момента, как начал стоять пандой на базе, во-первых, когда крепили его магазин. Во-вторых, отдал Демона Хантера и после этого потерял все. Да, именно так. Но ему не удалось все как-то закрепиться. Он все время боялся, фейвелся. А Хлах все удавалось. Ну, то есть, ему удалось тянуть время. И, ну, вот это, когда он тянет время, и не он не крепится, не речь не крепится. Это все выгодно именно Андеду. Ну, также у Льва был очень поздний шестериль. Ни одного мишки не было в замесе в форме. В форме они не драться совершенно. Как подсказывает Кэп. Но не используя ТП. Ну, на самом деле, я вообще жду 2-1, и победа Соника. Соник, наверное, переключается на окно с покером. Хлайт Афикшн, походу, ППЦ и Яросс Вордлоков зарешал. Да блин, это всё предсказуемо, ребята, эти пуши с тремя... Это всё равно тот же самый пуш, ну и рифло-пуш, можно провести аналогию. Та же самая тайминговый пуш. От него отбиваться, как отбиваться? Так же, как от рифло-пуша. То есть, контролить героя в первую очередь, хотя бы, блин, для начала. Не отдавать вот так вот второго Димона Хантера с ТП. Там уже два мишки были припасены, как бы. Сделал ТП, отличил Димона Хантера, уже проще было бы. Ну а дальше Т3, как бы, панду не отдаём. И Т3 уже был готов, просто грейд делаем на мишек ещё. Ну, нужно было просто дожить, дотянуть до этого грейда на мишек. С ним уже отбиваться проще. Так же, как и с рефлами, в принципе, тоже та же самая аналогия. Интересно, будет ли следующая игра прям по такому же сценарию? Удастся ли Хла навязать свою игру Сонику? И так, чтобы Соник совершенно не закликнулся. Панду даже до второго уровня. И прийти и сбрить таймингом и пушем. Пока всё идёт к тому, что вообще мы увидим только лишь одного Фоги из СНГ. Только лишь Фоги сможет поехать в Германию. Пока. Но ещё не всё потеряно для Соника, он может рожать. Нет, я не верю в это. Я в это не верю. Соник должен тащить вам всё-таки. Нелегкой опыт. Дело в том, что у нас было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять игроков из СНГ. Это больше половин... Нет, это 16 же. Ну да, больше половины получается. И всего лишь один, получается, поедет. Пока. Какая-то печальня. Ноу! Так, ну что ж, фору дал, да, Соник фору дал. Five Orcs, так что... Конечно, Соник даёт фору и должен тащить. Будем болеть из него до конца. До конца! Именно так. Ты говоришь восемь игроков, но... Как бы непонятно, почему ты посчитал Никер, он же китаец. Девять, я сказал, девять. Да, ты говоришь, девять игроков. Непонятно, почему ты посчитал. Что значит китаец, он не китаец. Он живёт в Китае. Он обрусевший? А! Знаешь, как говорят, обрусевший китаец, он об... Кита... От китая на русский... Кита юзился? Китай и русский, да. Разве предсказуемо, Андетт мог и по стандарту пойти, или в мясников? Что значит по стандарту? Ну это стандартный пуш на Д3. Это и есть стандарт, по идее, сейчас против Альфов. По сути. Сейчас все Андетт так играют, абсолютно. А где-то читаешь эти комментарии, Миша? На Твиче. А, понятно. Иди мне ссылочку на Твиче. А, ну хотя бы войми мы с футболом. Опа. На ГГЖ я не стримлю только на Твиче, сейчас на Твиче плеер только лишь. И мясники потом добавляются в том числе тоже при такой страте. И полки добавляются тоже. После того, как гули теряешь, гули уже неэффективны. Добавляешь мясников, полков. Это стандарт при такой страте. Ждем вторую игру. Видимо, Соник анализирует реплей и думает, как так, как же я смог. Как же я отдал Демона Хантера вот так вот просто. Может быть, он анализирует, что ему не хватило по таймингам? Стоит призадуматься. Да мне кажется, он все правильно делал, как бы до этого и подрезал гули неплохо там. Что еще? Ну, ему не удалось прокрепиться вообще не как панду. То есть панда у него сколько было? Это 0? Или там, начало первого уровня? Ну, вообще почти. Ну, он почему-то долго стоял на базе панды. Не понимаю, почему. Кто выиграл кэш или фоги? Ссылка на сетку сейчас я вброшу. Сейчас я вброшу. Это угроза. Ну, инсейн про внулину. Это, конечно же, зря. Так, музыка закончилась. Показывайте нам уже. Нео. Нет, музыка продолжается. Так, я пропустил игру. Что случилось? Кто вин? Potato Eater. Potato Eater. А что случилось? Случилось... Конечно. Красное. Да. Для Соника. Прибежал Холла с тремя героями, убил, окружил Демона Хантера. Демон Хантер решил, что лучше я не буду отдавать ТП, лучше отдамся сам. А ТП я оставлю в кармане. Ну и в итоге прибежал Холла с тремя героями, убил сначала Панду, потом убил поднятую лорницу. Остался только лишь с одной лорницей и с одним дыхой Соник. При таких раскладах, конечно же, никак не победить. Тоже, значит, это большую часть сообщения. Или ты не читаешь, это большую часть сообщений, без запятых, непонятные. Ну, поэтому, да, я не читаю, без запятых. Дыхай, не пожалел, живота за Родину. Не пожалел. Живота! Великий государь. Леди и джентльмены, мы вернулись. Да. Нас ждали вторая карта в матче Соник против Хла. На ваших экранах справа Мороз Михаил, и слева Роднок Фуфан. Именно так. Добро пожаловать. Всем привет. Last Refuge. Не играется второй картой, это Ancient Isles. Так, ну что ж, Хла, естественно, начинает с гулей. Ну, как бы, во что же еще играть? Хоть судьба. Так, и Соник, он ставит в пульде барак. Он будет крипить шахту. Интересно, сможет ли разведать эту пандет? Мне кажется, он это разведывает и очень легко, потому что гулей, когда побежит на разведку, он сразу побежит на оранжевую точку, там, где... Ну, на первую оранжевую точку. И он же увидит, там же, что там ничего нету. А, ну хотя, если он увидит, что там ничего нету, возможно, он побежит на базу. Может быть, он не Чехни, а может быть, Чехни. Все-таки день, и радиус Вижена огромный. Вот мне интересно, сможет ли он вообще увидеть Варденко? Да все равно, даже если он не увидит, он увидит, куда побежал герой. Если герой побежал наверх, наверное, нужно за ним побежать. Варденко против Андеда, это просто эксплозив, как говорит нам Рема Дема. Слушай, ну блин, Соник просто поражает, если честно. Варденко против Андеда. Варденко хорошо заходит, в принципе, против Декин, но нужно ее, во-первых, прокачать. Потом, опять же, начинаются эти забеги, постоянные на базу с убийством Аколитов. Ну да, у Андеда, конечно, есть некоторая контра, это взять дирижабль и сажать рабу. Эти двое ведущих студии, кто они такие? Геймеры? Ну, не могу сказать, что они прям великие какие-то геймеры, но они хорошие комментаторы, они ездили в прошлом году на АВЦ. Это он классно поставил АОФ, просто... АОФ офигенный, да. То есть, мне казалось, что он как-то пытается запугать, потому что он поставил этот АОФ второй. Возможно, возможно, просто будут масс-ханты с двух бараков. Так, ну, против Андеды, да, просто прохладно. Вообще прохладно. Добей! Кто добьет? Добьет, конечно же, Соник. Успел, все. Получается кольцо. Получается гипом. Так, у меня есть. Минус висп, да. Второй висп. Пылится. Так, что там? Нужно вкачивать еще в ДК? И он вкачивает, причем барак еще клешню и отвешивает. Ну, барак падает, потому что там в него гули фокусят. Вместе с крипами. Слишком большой дамаг заходит. ДК битый. Есть ли маны еще у Варденочки? Мне вот это интересно узнать. Нету. Нету маны. Ну, можно, в принципе, сколдс, наверное, выпить и деку дофокусить все-таки уже. Ой, ярча на пасхи. Да, немножко не добежал, а лук отбросила в сторону, и все. Блин, Ахла лидирует в этом матче. Ну, на этой карте он просто лидирует. Что-то там Нио сказал сейчас про Russian VK3 комьюнити. Про то, что, видимо, для Соника, ну, это последняя надежда сейчас для VK3 комьюнити. Это Соник... Не знаю, я за Фогги борел. Висп турнир. Соник потерял два виспа по 120 за каждого. В итоге 240 голды на ровном месте. Согласен, Патри Тейтер. Это арифметика Фогги. Вчера он нам объяснял, почему один висп стоит 120 голды. Так что... Я, честно говоря, не понял, почему он стоит по 20. У рандомфа фана есть повод пересмотреть записи. Так что... Да нет, я знаю то, что он говорил. Потому что ты теряешь виспа, и еще вынужден заказать вместо него второго виспа, поэтому ты теряешься 20. Более того, ты теряешься по лесу... По лесу. Гипопотомически ты теряешь еще 60 недобытого леса. Как минимум. Вообще. Ну, мне кажется, это... Ну, как по мне, я не понимаю эту арифметику. Арифметика называется гипопотомическая. Теоретически гипопотомическая арифметика. Углажаемый СВ-2, что ли? Х-2, да. Мне кажется, могу понять, почему, если у тебя убивают Акалита, то ты теряешь, там, не 75 голды, а больше, там, 150. Потому что, пока ты его построишь, там еще не добытая золота. Так, ну что ж, Варденочка здесь. Варденочка с нами пока что еще не отдает, как ДХА в прошлой игре. Надеюсь, Соник соберется и будет контролить, контролить до конца. И что? АДК без АТП бегает пока что. Без АТП опасно бегать против Варденочки. Варденка пока первого уровня, так что в порядке все вещей. Есть у меня сапоги и кольцо. Ну, на самом деле, Варденка первого уровня, это провал от Крипа. Это просто провал. Ну, согласен, потому что сейчас Дескнайт получает опыт, по-моему, даже быстрее, чем Варденочка, которая никого пока не убила особо, кроме Крипа на шахте. Нет, Суреронт не получается. Я смотрю и понимаю, что он пахнет паной. Да, Варденка сейчас получит здоровый уровень. Ой, Гарги, Гарги, Гарги. А вот это интересненько, потому что Гарг не наблюдали уже сотню лет, не наблюдали Гарг против Альфа. Ну, и, соответственно, мне непонятно, Гарги. Ну, Хла понимает сейчас, что у него есть какое-никакое преимущество, потому что он не дал прокрепиться хорошо Варденочке, во-первых. И можно его растерять, играя в Гарг. Да, и можно как бы немножко подрастерять преимущество, потому что слишком большое преимущество иметь тоже неприлично в игре. Хавку, то есть Хла, майнерный игрок, поэтому свое преимущество, которое он в слишком большом количестве получил, нужно немножко отдать. Соник ставит экспант. Не, ну интересно. Просто Варденка, она же очень хорошо добивает Гарг. Да, нет. Ну, с Гаргами, да, вот почему. Это одна из причин, потому что очень легко крепить лагеря наемников. С Гаргами. Дракон улетает чуть-чуть, это не секунды. Дракон шестого уровня, много экспы, хороший темп. Ну, это такое разовое преимущество. Ну, или, скажем так, двухразовое. Двухразовое, да. Так, самый интересный момент, варденка, в развертку скелета, и он не дошел до экспанта. И, возможно, он туда скоро даже, ну, и не доставляет скелета, и не знает, что с вами экспанта ставит. Или нет, вот он, тот скелет. Тот скелет Валерий, который... Бежит ли он туда или нет? Бежит, но Соник должен проконтролить этот момент, по идее. Потому что, нет, он не добежал, он на магазине распался. Да, он распался на магазине, или стоит еще на магазине. А, ну хотя и распался. Ну, спался, там точки не видно желтой. Так, крепится панда, вот сейчас хотя бы панду уже прокрепил, но сделал выводы. Молодец, Соник, из прошлой игры, что панда должна крепиться, а не стоять на базе. Варденка палит этот вот халявный криппинг, но все-таки успевает. Может быть, это будет панда. Очередной хороший девайс, это... Ну, в данном случае это не такой уж и прям хороший, потому что... Варденочка, варденочка, минус тп, походу, будет сейчас. Да, минус тп, но мог бы, наверное... Не стал, кстати говоря, рисковать. Соник, потому что он мог попытаться выманить еще койл в тп. Там просто настолько маленькое расстояние. Да, поэтому даже замаха не стал ждать. Но, смотри, какие жирные точки забирают, какие хорошие девайсы выпадают. Ну, как какие хорошие? Ловкость пришельств, конечно же, на продажу. Аура тоже на продажу. А вот подкруточка, подкруточка, может, в принципе, помочь. Сквозь боль. Она может зарешать. А, ну, талон, чтобы Харрифайра на вершину... Правда, он Ангарк должен умирать на раз, два, три. Ну, он так и умрет сейчас, скорее всего. Нет, выбегает он под защиту Арчей. Уже довольно-таки много гарк. Ну и что? Можно же ведь эту гаргу оставить на углу. Карты и все. Ну, там, на сколько-то, где-то 90 секунд на юнике действует Феррифайр, но... Ой-ой-ой, талон выжил. Дыхание-то хорошее, вообще, подожжёг всех гарг. Ну, они всё равно все взятятся. То есть, могут... Да, в это время, на другой половине карты, Хла забирает очередную жирнющую точку. Жирный! ДК стал у нас теперь, потому что у него есть Камень Маны. Жирный, жирный какой-то. Точнее, Камень Здоровья, чё-то я вообще перепутал всё. Перепутал. Ты чё-то попутал, Морозов, это Камень Здоровья? Сказал ДК мне. Я понял, что ошибся. Гарги летают, Искпан стоит. Это как шалоны, что ли? Возможно. Опять Висп, пас, пас. Время демо угорает, что он Виспа спасает постоянно в колодце. Да, много Виспов, конечно, было убито. С другой стороны, Экспанта стоит пока что. Хла копит лимит, крепит героев. И уже неподалёку находится от Экспанта. Там вообще, ну, очень-очень-очень крепится, но он не может сажаться. Ну, лицом к лицу. Ну, напрямую. Ну да, ну да, не может. И так он не может сражаться, а у Соника есть Экспанта, то, видимо, у Соника преимущества. То есть он достаточно до третьего уровня до Хриспанта, а у Варденка и до Хриспанта, и он стремится, стремится. Варденочка продолжает бегать за горгулями с арбой яда, сферой яда. Вот сейчас, походу, уже собирается Охлан нападать на Экспанта или куда-нибудь там дальше. На центре Веспа минусует. Циклон есть. Циклон. Вау, вау. В Масталону. Ой, там сколько горгулей-то, ё-моё, а. Ух ты, это будет такой поздний-то трепуш с горгами. Да, и с четырьмя гулями и с тележкой. Бома не хватает, да, для паровозика. Сможет ли он или не сможет. Вот, вроде бы, Циклон, он должен всех героев поднимать в воздух, да, и гарг убивать просто. Ну, посмотрим, сейчас будет момент истины. Вроде бы, Соник должен убиваться. Вот сейчас Висков вначале дисперит ману у ДК. Хотя, мне кажется, стоило получше дисперить. Чини, как никогда не чинил. Ой, там минусуется Экспанд. Подкручивается и окружается, походу, Димон? Нет, не окружается, просто подкручивается в Дескнайт. Нага тоже пока подкручивается. Вычинил Экспанд. Строит Висков и Соник, что, отбивается? Да он очень быстро гуляет, минусует. Третья панда, третья панда, третья! О, какое дыхание классное. Нужно Орчами что? Фокусить Дестра. Единственное, чтобы подкручивать. Дестра контролит, Хла, смотри, он далеко находится от Орчей там, да. Блин, Ахла разбирает? Он давит, он давит, он разбирает и давит. Что-то 2-0 попахивает, по-моему. Что там у панды? Блин, у панды дыхание. Нет, есть и Став. Став не успевает передать. Ё-моё! Передал Став и умер, еще сейчас Деварденочка умирает. 2-0. Ис Олмост! 2-0. Да это не Олмост, это уже все, это не почти, это точно. Они, я ищу. Ну что, Фоги, поздравляем, он единственный поход из СНГ, отправляется в Германию защищать честь СНГ. Зато мы радуемся, что у нас уже точно не будет 4-х игроков. Зато андеды радуются, смотри-ка. Петр Черный по-любому ликует. Потому что Хла проходит дальше, пока что, но впереди ему еще нужно будет одолеть Явса. Явс жестенький. Хуман такой жестенький. Да, Хла я не дает. Я буду болеть за Хла, потому что это андед. Когда нужно Теорка, когда нужно андед. Когда нужно, я рандом. Микрофон, когда нужно. Ну я не знаю, что там с микрофоном, это все вымыслы, вымыслы, домыслы. Так, Панду, конечно же, воскресил, но лимита нет. 29, одна Панда остается, потерял древо ветров, потерял магазин. А вот так, микрофон нормально? Сейчас, да, хорошо. Так, ну что ж, мы видим, как Хла одерживает победу. И очень интересный его вот этот пуш, ну то есть, почти такой Т3 пуш, только с гарками. Ну, очень интересный этот переход. И этот пуш оправдался. Хотя вот, мне совершенно непонятно, что это за талоны. Почему он строил талону? Очень странно. Как по мне, это просто... Вообще непонятно. Варденка вышла, кинула нож, получает немного люлей. Ну, пока что не умерла. Ну, почти. Она еще умрет, я думаю. Ну что ж, Экспанда нет, лимита нет. ГГ. Печалька. Русская Варкрафт 3 комьюнити в слезах. Именно это сказал сейчас Нева. Потому что кто-то из двух немецких игроков возьмет последний слот, путевку в Германию. Ну, самое интересное, что с разных стран взяли. Получается, Англия, ну, вернее, Великобритания, это Варчев-Фрич. Потом Сербия, это Рудан. Получается, Украина, ну, может сказать, СНГ, это Гоги. И Германия. Да, согласен. Ну, и тем интереснее, что вся Европа будет следить за вот этим событием. То есть каждый человек, который живет в Европе, может болеть за своих, за своего. Так, ну что ж, кто-то у нас будет. Явс и Ихла. Да, Явс и Ихла. Ты за кого будет болеть, Миха? Михаил. Ты знаешь, за кого я болею. За красивую игру, ты всегда так будет болеешь. Да. Ну, кстати говоря, вот если оценивать силы, я думаю, что... Я вот не знаю, вот сейчас Хла отыграл так, потому что Соник плохо отыграл, или потому что Хла божил? Не знаю. Может быть, Хла божил, а Соник бомжил. Вот это... То есть оба фактора, да? Ну, наложилось. Кто-то божил, кто-то бомжил, и всё. Мне кажется, с такой игрой Сонику сложно было бы вообще пройти дальше. И с полуфинала в том числе. Как-то он, если честно, сыграл неуверенно. Ну, возможно, неудобный соперник. Знаешь, долгое время считалось, что Андеды, они сильнее Ильфов. И, возможно, Хла удалось это продемонстрировать, показать. Тем более... Ну, Хла давно не играл, и... Как бы против него... Ну, у него другой стиль, чем у Андедов, которые сейчас играют. Вот. Ну, возможно, это... Повлияло на то, что Хла легко затащил Соника. Просто на изичах. Ну, ясненько всё. Так, нужно запись остановить, наверное, да?